Не иначе, как оружейного барона задержали оперативники столичного управления ГУБОП. Крупным сбытчиком огнестрелой взрывчатки оказался 46-летний минчанин. Что о нем известно? Мужчина ранее судим за незаконный оборот боеприпасов. Суровая статья, однако в наказание получил так называемую химию. Скорее всего, сказалось самоотверженное сотрудничество со следствием. И вот не прошло время, как копатель снова вернулся к черному ремеслу. Несколько месяцев назад так называемый оружейный барон опубликовал в интернете объявление, в котором указывал предметы сделки, отреставрированные и действующие образцы вооружения военных времен. Информация заинтересовала оперативников. Подробности спецоперации у Александра Савенко. Если бы не выданные ориентиры, в этих местах ни один сусанин сапоги стоптал бы, пока нашел нужное. Вы видите, вот на дереве расположена зарубка. Непосвященный даже не глянет на эти отметки. Подумает, дятел настучал. Так и есть. Только птичка эта сейчас в клетке. Исправно поет, где и как прикопал оружие. Вот свежепопланная земля. Видим, да? Видите, что-то есть. Под лопатой что-то железное. Значит, координаты схрона выданы верно. О том, что здесь из-под земли доносится эхо войны, оперативники услышали от задержанного торговца оружием. Несколько месяцев назад нами была получена операционная информация о том, что житель города Минска, ранее судимый за незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, посредством сети интернет, занимается сбытом холодного оружия, боеприпасов, занимается незаконными раскопками на местах ведения боев Первой мировой войны, а также Великой Отечественной войны. Объявление о продаже ни много ни мало от танкового пулемета Дегтярева, понятное дело, заинтересовало оперативников. Спецоперацию по задержанию торговца проводили ГУБОП и Алмаз. Оказалось, черный копатель жил практически в оружейной комнате. Кроме пулемета, взрывчатка, снаряды, пистолеты, боеприпасы. Раритет, на который в интернете спрос имеет криминалитет. И не только. Тот же самый пулемет Дегтярева, он пытался сбыть за 16 миллионов белорусских рублей. Определенные там макеты, как он позиционировал винтовок, опять же, выкопанных на местах ведения боев, там сбывались за 700 тысяч, миллион, полтора миллиона. То есть суммы варьировались разные. Также он занимался сбытом холодного оружия. Известно, что задержанный выдал оперативникам более 10 таких сронов с оружием. Судя по всему, все это взрывоопасное добро дожидалось покупателей или ценителей. Дело всей своей жизни черный копатель перевел на коммерческие рельсы, при этом зная, что закон не на его стороне. Экспертиза уже признала тот самый пулемет годным к стрельбе. Это можно сказать и об остальном арсенале. Сейчас задержанный активно работает со следствием. Вполне возможно, что он выдал не все тайники с оружием и с хронов может быть больше. В том числе оперативники ищут и возможных заказчиков, так называемого оружейного оборона, если таковые были. Александр Савенко, Андрей Христин, Зона Икс.